я включил запись сейчас записывает нас этот самый компьютер и одновременно сейчас я включаю видеокамеру страховка записаны двух сторон и так я сейчас взял красивое фото выбрал это сихоталинские горы я вас прервал на полусловие и сказал давайте начнем сначала поехали так минутку вы сказали в мире да погодите уже мне кошки заказывали фамилия знакомого у меня кошки заказывали так понятно сейчас будем разбираться так смотрите вы мне вопросы ответы я вопрос ответ это назовем это поехали смотрите мне на экране эти самые горы так вы спросили что такое ассекаталинские абрикосы значит название самопровозглашенные пришли они здания востока косточки 2015 году были посажены превратились деревья высотой 3-4 чайских роста за несколько лет дали несколько урожая но мне систематизировать все не удалось в одном году у меня они прям буквально по номерам расписаны и на каждом фотографии каждый плодов я тут быстро посвятился вы поверите с вами очередь сейчас будет такой же раз в казахстаном и так далее я все больше это записываю записываю поэтому я сейчас выбрал фотографию вот такой вот это а самая яркая фотография из тех 9 априкосов которые у меня вот она красивая девушка вы узнаете наверно уже соверечь и вот этот красивый абрикос и так ваш вопрос эндемик он или нет но люди уже знают наши эти круг уже знают учимся на ходу эндемики это значит старожилы вот теперь я вас простыми фразами без этого без терминов старожилы и вот они на дальнем востоке давно у меня данные от броскова и косточки от броскова все это уже опылилась переопылилась вот и в термин пчелы не знают границ между диким культурными садами это термин броскова и вот что получилось когда они у меня заплодоносили я увидел что они они кисло-сладкие садки кислая не дикари понимаете то есть я их уже эндемиками я не имею права называть это потомки эндемиком это гибриды скультурными все попробовал все сфотографировал самую красивую картинку я не имею ввиду девушку в данном случае вот в общем на этой фотографии то ли этот абрикос девушку украшает то ли она абрикос вы будете очарованы не вдумайте влюбиться это моя дочка духовная шучу влюблять так вот сейчас сейчас еще два слова дальше вы спросили и и как и какое у него сходство или различия и можно ли его называть скальным я ответил нельзя потому что то ли броски то ли наука назвала конкретный сорт дальневосточного абрикоса скальным поэтому уже мы вот эти же абрикосы на фотографии скальными называть не имеем право далее скальные абрикосы с диких гор настоящие они практически несъедобны чистая без гибриды как на фото несъедобны у них невероятная морозостойкость но плохая совместимость с культурными поэтому брать высоко в горах косточки я не советую там принцип такой чем выше в горы тем они мельче и плоды и сами деревья плод до кустарников поэтому когда я начал работать причем когда-то мне по это памяти не поставят добрым словом вспомнят что все российское новое абрикосоводство началось начнется началось именно с одного манджурского абрикоса моем саду сумасшедшего урожая разошлось по всей россии морозостойкость нигде не мерзнет потомки его культурные и и в качестве прививок и в качестве корнесобственных так вот все это но я почему вы спросили его я отвечаю я не знаю где точно откуда это взялась косточка когда-то где-то она приехала с манджурский гор что из манджурии так но учитывая огромные размеры первого дерева патриарха это явно стопроцентная низина потом я не могу сразу собрать все это было и фильмы и статьи но мне сейчас трудно найти несколько фотографий где у него огромные столетние абрикосы родственники вот этого моего патриарха столетние огромные и живучие вот но сами понимаете кушать их нельзя а потомки моего манджурца под него собраны я на ваш вопрос отвечаю и собраны в виде сеянцев размером с карандаш высланное я и пятый раз говорю высланное вот директору исполняющего директора мясского института так в аулину вот превратились прекрасные сладкие вкусные он это сам подчеркивает деревья с урожайностью 28-42 килограмма выдерживающие 9 градусов мороза во время цветения вот и не имеющие равных потому что он уже написал реферат сделал доклад научном обществе вот все это преподнесено как сенсация вот это его личное направление но он забыл одну милость когда-нибудь его это припомнил когда в академике он забыл сказать откуда он их взял вот их не селекционировал готовое у меня вот получилось так что сейчас сейчас получилось так давайте давайте это для меня и каждая новость для меня волшебна вот у меня друзья живут в Узбекистане и у них буквально несколько дней назад случилась беда может быть вы в курсе у них аномально низкие морозы вот Узбекистан вот и поэтому а у него садовая вот и он говорит что мы с ним общались и он говорит я боюсь что у меня весь сад наверное скорее всего погиб и я ему говорю ты знаешь в Сибири есть люди которые занимаются вот такими вот так сказать абрикосами а он мне говорит что помимо зимостойкости нам мне нужно чтобы еще дерево было засухоустойчивым потому что у нас климат сухой и жаркий летом вот и с другой стороны чтобы себя обезопасить от таких вот аномальных морозов вот хотел бы такой подвой иметь который был бы с одной стороны за сухоустойчивым а с другой стороны морозовтойким поэтому я и вспомнил что у вас там СХТ Оринский поэтому я спросил горный ли он или не горный потому что они вроде бы засухоустойчивые должны быть так в данном случае я отвечу положительно и то что я преподнесу сейчас скажу это мировая сенсация проверяем учитывая что абрикосы они вспоминаем тяньшань кавказские горы сихотолинские армянские потом это сам и так далее эти карпаты и пошли поехали по всему миру так вот то что я скажу это мировая сенсация проверенной мной на 200 процентов и это будет положительный ответ 3 2 2 2 лет назад первое страшное невероятное это все так задокументировано на экране чек который даже как я перекрестил скажет ни одно слово преувеличение и то что уже значит первое летом предпоследнее было настолько холодным мрачным этим самым постоянные дожди туман и тучи вот невероятно да вот на абрикосах на моих это один край не было клянусь богом ни одной пятнышком парши вообще теоретически они должны были все сгнить полностью потому что у нас же я живу солнце хакасии помните статистику 250 солнечных дней мы плотину поставили количество солнечных дней уменьшилось но все-таки она солнечной осталось дикой жары до 40 летом и вдруг такое лето испытание дикое выдержало на 200 процентов невероятно то есть это значит ее хоть сейчас в питер отправляете абрикосы единственное что если там не близко вода однако радость и наконец случилась аномалия невероятная аномалия случилось именно последнее лето вот и одно следующее самое самое сухое лето когда с апреля и до зимы и включая часть зимы вообще с неба ничего не падал ни дождей ни снега два коротеньких три дождя которые промачивали на палец и тут же в этот же день высыхало вот это все прошел сад он по-своему он умудрился не просто выжить у меня перестали расти абрикосы яблони подчеркиваю это же разговор серьезный поэтому на всякий случай про все яблони груши сливы я в этом году потерял кучу денег на нет черенков срезы они не тоже они все превратились плодовые ветки эти они были ростовые расти не стали эти же ветки покрылись ну то есть готовились как эта аномалия привела тому что они готовились срочно в это перейти на положение дать потомство сохранить себя абрикосы продолжали расти как ни в чем не бывало у меня куча фотографий просто дичайшая вообще воды не было и даже на молодых и на старых на молодых просто от одного до двух метров да и бывало и до двух с половиной у меня все это подтверждено вот значит как ни в чем не бывало и опять же ни болезни ничего вообще а урожай был настолько дикий что меня уже удивить было нельзя про мои абрикосы ходят легенды вообще невообразимы у меня манчжурский абрикос я начал с него дал 40 ветер примерно то это значит этот самый который держит влагу невероятно влажную климат этот самый телевидение снимала как его жирнель я уже волнуюсь 40 ветер плюс-минус несколько ветер да потому что точно установить было невозможно культурные абрикосы 20 25 30 ветер огромное количество плодов но мелкие в два раза меньше нормы потому что стыдно было когда у меня 50 грамм были эти самые академии когда они меня достигали до 120 вот и также половину мельче были королевские по и серафимы фаины в рыжие и прочее вот это случилось и вот сейчас я заканчивают разговорился расхвастался если показать сейчас а вы потерпите через каминут фотография 20 фотография это прямо в середине я этого папки вот они вот они вы верите вот мы потом увидите же эту картинку вот это чудо нам всего тут 60 грамм а должно быть 100 и более вот это вот это вот это 59 и 60 вот это вот это просто уражающий был такой немыслимый вообще это никакое воображение не позволит представить себе это абсолютно и этот а многие из них при 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 опылившись прямое еще подчеркиваю влияние не потом все прямое то что наука мягко говоря не поддерживает телегония они получили новое качество ну почему когда было страшное невероятно холоднючая дожди чуть ли не каждый день льо с неба лила я смотрел к осени начали сдавать груши на них появились пятнышки паши вот немножко яблони начали сдавать вот еще абрикосы ни единого пятнышка ведь они первые должны были пропасть и вот сейчас на экране вы потом увидите это чудо это только маленькая часть того что у меня это потому что я специально подборку не делал вот видел так и хочется похвастаться тут их их море 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 покажу один рекорд из 40 метров поделив сейчас я как художник знаете когда была эта самая юристическая передача задали вопрос задали вопрос это одесского куклу с этих веселых захочем что будет если художник напишет талантливую картину а я не выставит третяковской галереи откажут ответ был такой он сам повесится в этой галереи вот я так же вот смотрите у меня первый вопрос еще не первый а следующий вопрос скажите пожалуйста иметь ли у вас конточки от вражеского патриарха те веселые которые стоят вдалеке от культуры я почему спрашиваю чтобы если мы будем покупать конточки в Узбекистан и Таджикистан на подворье чтобы они так сказать ну нет исключено я горжусь тем что у меня смешанный сад сделано специально абсолютно специально вот сейчас я еще несколько покажу фотографии о господи сам не верю сейчас ущипну себя сам не верю дело в том что они ну сад целом выдержал и холод и дожди срякать эти влагу и выдержал гичайшую все выдержало почему я считаю было потому что он смешанный а вот именно потому что ксения или по скобках телегония существует вот и она распространилась по всему саду я получил по морде от выпустив себе резики которые процитировали восьмидесяти столетней давности цитату что в смешанном саду это потомство абрикосов хоть культурно не культурно получается дички и жардели вот а у меня ни одного случая из десятка и вот получается я фактически вам ответил на этот вопрос так то есть я с легкой душой готов отправить куда скажете эти абрикосы за крупная партия я спокойненько за крупные партия скидки и дальше уже пойдет разговор торговля это уже уже не для всех гектар папа учитывая что там абрикосы росли наших это примерно 250 250 взрослых абрикосов деревьев но я всегда говорю хотите вырастить абрикос садите 10 косточек хотите гектар садите тысячу косточек почему потому что они потом начнут проявлять свой характер и не обязательно погибнуть и обязательно другие качества посмотрели мелкий лист манджурца пошел посмотрели крупный жирный лист пошел в академика и причем рядом вот так и растет у меня есть такая грядка академика привил все разные ой привил посадил косточки академиков выбрал все плоды были за 100 грамм и у меня это грядка есть я показываю и скрываю и кашель и все листья рады хоть бы один повторился и тогда получается надо растить растить а а потом это первое положение это 5-6 лет вот 4 если повезет и тогда следующее или топор или лопатой пересадка оставляя уже действительно лучше но там если гористая местность они будут прекрасно расти потому что это и есть их родина если вы пересаживать зря холмы пойти на холмы сажают туда не знаю я казахстан спокойно отправляю спокойно и детская подошли идут вот у вас еще не делается или и есть люди которые вы знаете хитрил как допустим прибалтика это уже дальние зарубежья дальние это вам не ближняя это вам не украина и белоруссия а далее отправляем отправляем приграничный город а дальше вы думаете там граница она такая дырявая надо вам водку пожалуйста 40 градусов 40 градусов за и она у меня я вопрос ответ значит посадил привел на манчжурца в этом ее прелесть понимаете но а вы скажете а что с косточки будет а вдруг она будет такая же как и на украине откуда я привез а вдруг там будет 30 или 25 а я отвечаю пожила на манчжурца сто процентов стойкость манчжурца перешла к ней сто процентов у меня были потомки я следил сергея сотню штук посадил этих жердель сотню так дальше он и взял растил три года а я три года наблюдал а это все таки жердель это украина и уже не привитая а корицу три года я наблюдал вымахали здоровенные так и ни одной веточки ни разу даже когда было под 40 или там были теплые зимы были под 40 ни одной веточки я успокоился дальше была судьба страшно выкопал в огромные мешки должны были с красноярска приехать вот не заплатили сказали приедем заплатим и так как не приехали все ушло в костер испытания на четвертый год прервались представляете вот дальше единственный сергея посадил себе он уже высотой 5 метров он дал первый урожай первый на пятый год и ни одной суховецки вот пока то что я а предпоследняя зима эта зима не считается на них а из тех двух зим предпоследняя была 40 градусов видите то есть я за него спокоен вот выдержать ничего на ушла стати более выдержать в европе вам спасибо знаете что вы помогли раскрыть эту тему на экране увидите то чего не может быть никогда вот а ну вот она сибирь вот они абрикосы в этом году мелкие 60 грамм на фото они смотрятся прекрасно как 100 граммовые а если честно им по 60 грамм вот а теперь представьте себе что они были в два раза больше представили да а у меня есть такие фотографии я же ничего не выдумываю вот вот здесь вот девушка да вот это вот это еще запись может идти 5 минут вот эта девушка тут она вот она да это моя совесть вот она бы со мной не дружила она бы со мной не общалась вот видите если бы я хоть раз где-нибудь обманул а обмануть невозможно преувеличить невозможно уже дальше некуда вот так вот ну что а вам за то что помогли тему раскрыть спасибо спасибо и вам спасибо а потом уже технически потом поговорим уже о делах да конечно конечно спасибо большое до свидания до свидания всего доброго до свидания до свидания до свидания так друзья закончилась телемост вот придумаю как его обозвать два снято фильмы с двух сторон какой будет лучше смотреться тот и попадет ко мне на канал и вообще в интернете даже в яндекс дзен все до свидания друзья одна просьба увидите это кино распространяйте это очень важно вот вы не представляете с одной стороны благодарные покупатели такие сады которые уже превзошли меня вы поверите в Калининграде превзошли по черешям в этом самом брянске по персикам в этом подмосковье персики в башкирии персики еще 30-40 садов персики превзошли меня и по крупности и по урожайности по амбрикосам превзойти трудно конечно трудно вот но мои серафимы 40-граммовые уже это самое как в Обнинске уже 70 грамм только чуть не теплее уже лучше уже роскошнее и то же самое со сливами то же самое с вишнями с черешнями ведь творится чудеса нащупан верный путь верный да надо засуществить рукава надо привать не хотите привать у вас получится вместо вот таких вот вот таких вот вот сейчас подберу фотографию вот это даже самое удачное вот короче они будут просто мельче вкус не потеряет но все-таки они будут немного мельче вот видите ну стыдно в этом году такие мелкие все что смотреть стыдно вот а с другой стороны горжусь своими учениками последователями в сотнях садов растет в некоторых такие урожающие что и все это зафиксировано все это есть все это можно верить проверить вот и в то же время абсолютно стопроцентное какое то не просто молчание науки а угрюмое молчание один Вавилов этот Ваулин взялся с моими поработать именно маньчжурцами вот прямо то что падало с дерева превращалось в саженцы вырастил получил шикарные урожаи это маньчжурцам вот представляете пусть они вот такие вот как вот эти как самые мелкие вот тут и все равно это чудо все заканчиваю разволновался черешню хотите вот коробки видели в сибири а знаете почему они не замерзли а сказать да потому что привиты на вишни на сибирские штамбовые вишни привиты каким то как бы сказать там несколько поколений получилось чудо и чудес пусть мельче абсолютно вкусные наелись так смотреть не могли уже портились уже всех угощали но косточки сохранил поняли да на этом заканчивают вот сколько чудес а или у вас черные абрикосы и вся страна в черных абрикосах какие они вкусные видите вот эти в этой тарелочке какие они вкусные а знаете что это ждало телевидение ждало вот это значит что все правда все честно если посмотрите дальний план видно нет что все в абрикосах это не с рынка как некоторые меня подозревали вот посмотрите желтизна как бы крупнее это сделать а крупнее наверное не получится вон они же вся желтизна наверное это за перилами убедились все все в абрикосах ну вот давайте друзья теперь уж точно расставаться заканчиваю запись волнуюсь вот и спасибо моему как бы назвать то собеседнику вот благодаря ему я все это смог рассказать до свидания друзья вот хотите это чудо я тоже начинал с нуля что не знаю что это не знаю что я это не знаю Продолжение следует...